также не забывайте ставить лайки под нашими видео они важны для нас для продвижения канала и чем больше будет лайков тем больше людей увидят наши видео мы благодарны всем кто может и помогает нашему каналу за денежные перечисления в каждом выпуске мы публикуем расчетный счет куда можно перечислить деньги и напомню это единственный способ помочь нашему каналу как обычно в начале субботнего выпуска мы говорим о том о чем никогда не будет говорить бст и на этой неделе наверное это то что суд в какой-то там уже окончательной 6 или 17 уже инстанции утвердил тезис о том что ресурсопоставляющая организация баш ртс которая отапливает наши дома зимой грубо нарушила условия договоров теплоснабжения это я процитировал решение суда этот же суд обязал компанию пересчитать плату за отопление в сторону уменьшения но исполнит ли баш ртс предписание суда мы узнаем только в сентябре в октябре когда начнется отопительный сезон и мы получим первые квитанции за отопление мы знаем что баш ртс не желает возвращать деньги они всячески там что-то там пересчитывают вычитают а потом снова добавляют в общем мы уже все запутались вот в этих процессах потому что сначала вроде как они что-то там высчитали убавили вычли и уменьшили а потом опять начислили была такая история очень многие на это дело жаловались ну юристы там действительно мощные денежные потоки еще мощнее есть мотивация для того чтобы каким-то образом вот этого всего избежать в общем повторюсь мы это все увидим в сентябре в октябре но понимая что в башкирии установлен один из самых высоких тарифов на отопление в российской федерации если не самый высокий надо наверное что-то делать более существенное чем в одиночку там писать письма жаловаться в суд и пытаться что-нибудь чуть-чуть уменьшить чтобы нам потом что-нибудь чуть-чуть увеличили я не не призываю конечно к массовым беспорядкам и к тому что делают там некоторые активисты когда стоят у где-нибудь около белого дома или на дворце спорта с плакатиком там башь ртс уходи это абсолютно по моему тупиковая ветвь развития но как известно потребитель конечном итоге может диктовать свои условия поставщику в случае с башь ртс это сложно потому что даже по закону отказаться от отопления в многоквартирном доме например нельзя потому что это единая система и как бы в одном взятом отрезке большого дома в одной отдельно взятой квартире невозможно перекрыть отопление иначе там перекроется целая цепочка но кто нам мешает как говорится голосовать рублем теоретически конечно если вы не платите месяц за отопление то ну не судебные органы не юристы башь ртс а никак не могут дотянуться до вас по крайней мере им не хватает на это оперативности если не плательщиков за отопление станет критически много то компания конечно почувствует на себе вот это вот этот финансовый удар и еще раз повторю я не призываю к тому чтобы там саботировать работу башь ртс каждый решает сам за себя и каждый решает для себя лично готов ли он оплачивать вот этот самый большой в российской федерации тариф за отопление или один из самых больших российской федерации или мы начинаем что-то делать каким-то образом противиться вот этим грабежам похоже что даже ее величество статистика возмутилась тому беспардонному вранью которая в последнее время мы получаем от министра транспорта и дорожного строительства господина булышева а ее сиятельство закономерность нанесла удар в спину тому же самому булышеву я говорю о том что на минувшей неделе мы увидели какой-то совершенно чудовищный всплеск смертности на дорогах и речь идет не только об этой ужасной трагедии в которой погибли четыре девушки в бокалах у нас за эту только еще не окончившуюся неделю четыре трупа в акьяре акьяр-уфа четыре в бокалах три трупа в двух ларгусах которые вылетели с дороги или врезались грузовик и еще несколько одиночных погибших на дорогах башкортостана всего по моим подчеркну неполным данным за еще не завершившуюся неделю в башкирии уже погибших свыше 15 человек хабиров по-моему ну судя по его последним заявлениям должен не просто рыть землю он уже и должен грызть и есть ну вот по такой статистике которая пришла к концу недели но однако я думаю что мы не увидим этого аттракциона из перепачканного хабирова который грызет ест или роет землю мы скорее всего ближайшее время не увидим а еще на этой неделе загорелось все что раньше никак не горела я говорю о том что произошел пожар в новеньком здании арбитражного суда только-только построенном судя по всему что там очень крепко замкнуло потому что пожар был выходной там было всего три человека слышны были какие-то хлопки то ли взрывы загорелся у нас речной порт загорелась станция черниковка но это к вопросу вообще готовности каким-то чес и вообще состояние инфраструктуры возвращаясь к смертности на дорогах лично для меня я точно сложил себе мнение о том что как говорил динар гельмуддинов более 50 процентов аварий и смертей на дорогах происходит по причине состояния дорожного полотна а кто у нас отвечает за дорожное полотно правильно булышев и хабиров ну в конечном итоге хабиров как глава республики вот вам ответ рост смертности рост дтп на дорогах прямое следствие отсутствие разметки отсутствие освещения неправильного устройства дорог неправильной конфигурации так далее не только пьяные или лихие водители причина вот этого всего я их нисколько не защищаю не оправдываю но и состояние дорог это абсолютно точно однако жрать и рыть землю радио фаридовичу совсем не хочется потому что у него есть более приятные занятия например съездить прокатиться в иран до ради фаридович собрался в иран теперь прямо вслед за путиным отчаянно подражая путину ну вот во всем абсолютно от ирана до ночного хоккея хабиров косплеет этого несчастного старика ну мне иногда становится даже тревожно а вот как соберется владимир владимирович в кремлевскую стену укладываться ну как быть возраст совершенно как говорится подходящий да да и собственно в природу не победить так вот соберется на кремлевскую стену а радио фаридович тоже напишет заявление прошу меня раньше срока уложить рядом да прям страшно становится на прошедшей неделе ради хабиров активно занимался обликом города уфы всячески давая понять что как бы мэру мавлиеву все еще рано спрыгивать самокатико и он может дальше продолжать кататься для начала хабиров презентовал новый облик шатра библиотеки с новым названием днк башкортостан дворец науки и культуры ну из юрты бедного кочевника библиотека превращается в роскошный шатер чингисхана при этом никак не прекращая быть все той же юрты да и собственно с финансированием все непонятно потому что как мы знаем первоначально федералы отказались финансировать вот эту бредовую затею беломраморную юрту на берегу реки белой но ради фаритович настаивает и хочется ему теперь днк башкортостан понимая что до четырехсот пятидесятилетия уфы осталось совсем ничего меньше полутора лет а работы так собственно толком и не начались ради фаритович и начал судорожно тасовать бюджет денег на это замечательное мероприятие собственно не очень-то дают из центра там какие-то по каким-то программам чуть-чуть там на реконструкцию театра кукол ну в общем так фигня совсем в общем ради фаритович начал рыться в карманах и вот знаете что он придумал он придумал прекратить строительство переезда железнодорожного переезда в зинино взять оттуда деньги и направить их на вот эту вот абсолютно идиотскую завиральную идею по реконструкции улице октябрьской революции где будут эти вот старинные домики которые еще не до конца все выгорели и там будет пешеходная улица с таким вот уклоном безобразным в общем вот такая идея потому что на переезде наверное много там денег как говорится не срубишь а вот на этих вот нестандартных работах по восстановлению нестандартных старинных деревянных гнилушек там можно ой 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 как заработать ну и собственно 450-летию надо начинать пиариться жители нагаева собственно для которых в основном и был предназначен этот переезд зинина конечно в ужасе потому что но вот этот переезд смерти где огромное количество аварий случилось и с железнодорожным и с автомобильным транспортом он конечно многие годы людей беспокоил тут все обрадовались что его начали строить он нет ради фаритович и деньги перенаправил судя по всему даратмиром а вливе наконец стал доходить что не настоящий мэр уфы а в общем-то бутафорский и это осознание его похоже на крыло впал он в истерику ну иначе невозможно назвать то что он вот устроил на прошлой неделе он топал ножками спрыгнул самокатикой стал кричать что глава кировского района нурдавлятов и начальник сурсис папы должны переехать на постоянное жительство в кузнецовский затон потому что там начинают строить дорогу но вот эта преждевременная истерика говорит о том что там что-то неладно с этим строительством то ли с финансами то ли еще с чем-то боюсь что у нас умножится количество кинутых подрядчиков и прочих вещей но истерика мавлиева который предваряет начало строительства этого объекта говорит о многом уже с понедельника перекроют там дорогу в кузнецовском затоне и начнется там объезд я честно говоря пользуюсь этой дорогой и буду иметь счастье в ближайшие среду увидеть как это там все работает меня многие в комментариях упрекают в том что я уделяю слишком много внимания города уфе ну ну во первых каждый четвертый житель башкирии живет в уфе во вторых уфа крупнейший город республики в ней происходят основные процессы ну и в третьих я и сам тут нахожусь так что уж извините сегодня мы тоже посвятим некоторое время тому что происходит столице нашей республики пока мавлиев и хабиров танцуют с бубном вокруг бюджета 450-летие уфы сам город потихонечку деградирует долг мэрии уфы за электричество только за электричество уже превысил 860 миллионов рублей а за капитальный ремонт в различных зданиях и сооружениях принадлежащих администрации этот долг превысил еще сто тридцать четыре миллиона рублей совокупная задолженность городской администрации по всем поставкам ресурсов и и прочих материальных ценностей уже превысила миллиард рублей я не понимаю как эти люди еще имеют совесть призывать нас к динамичным и своевременным платежам за все возрастающие услуги жкх когда сами миллиард за это же самое жкх и задолжали панически изыскивая средства на премию самим себе сотрудники администрации у которых кстати говоря премии резко снизились последнее время стали судиться со всеми кого только видно ну над же и голову на плечах иметь сначала разобраться кто что почему кому чего принадлежит а то вот знаете вот есть такое где-то на окраине уфы тут по моему в деме такое предприятие мечил сервис ну занимают какой-то земельный участок стоит там какое-то здание склад еще что-то не платит аренду за землю но администрация конечно сразу в суд вот например в учредительные документы взглянуть посмотрите кто там главный леонид полянский фамилия ни о чем не говорит окей а посмотреть справочники в общем нарвалась мэрии у нас на неприятности вот этот мечил сервис имеет там некие какие-то заковристые проблемы с землей на которой находится объект недвижимости то ли там не переоформлено то ли не дооформлено но в общем не платится аренда и администрация уфы решила взыскать с этого мечил сервиса 35 миллионов рублей но не тут то было главный там леонид полянский а кто у него жена правильно министр земельных имущественных отношений ну понятное дело иск сразу отозвали видимо слезно извинились ну им сказали живите пока но больше так не делайте кроме всего прочего леонид полянский не просто муж натальи полянской министр земельных имущественных отношений леонид полянский это еще как известно в узких кругах один из консильере ради хабирова то есть человек который контролирует и обеспечивает неприкосновенность активам и финансовым средствам ради хабирова которые ну как говорится по долгу службы нельзя контролировать и обслуживать будучи губернатором понимаете на чем я говорю так вот леонид полянский он держатель этого имущества недвижимости денежных средств и прочих ценных вещей которые им доверил даже сам ради фаритович неужели такого человека можно штраф попросить заплатить или за аренду земли ну думать надо сначала головой товарищи в администрации вон идите бомбите бабушек на базарах которые огурцами торгуют бесплатно каких-нибудь понаехавших с кавказа торговцев чуть хеллой смотрите на кого замахнулись на мужа министра земельных имущественных отношений ну прям смешно вы прям как дети между тем своими прямыми обязанностями мэрии уфы отчаянно пренебрегает транспорт деградирует разметки на дорогах мы так и не дождались освещение потихонечку гаснет лампочки видимо никому менять новенький парк кашкадан за который мы все вместе с вами отдали аж миллиард рублей нашим армянским братьям так вот этот новенький парк кашкадан потихонечку разваливается почему-то ценные породы деревьев не приживаются к кашкадану и ни настил ни скамейки долго не протянули скамейки уже начали ломаться вспучиваться досточки на настиле чернеть и выплевывать из себя шурупы где та самая драгоценная лиственница которую нам вот этот арман вместе с радиом хабировым обещали так и осталось непонятным при этом мэрия вот гоняется за должниками пытается найти себе деньги на премию но все это печально конечно с другой стороны мы имеем то что заслужили мы же не возражаем против того что ради фаритович распределял между армянскими бригадами по миллиарду рублей на строительство новых парков не возражаем мы же не спрашиваем его об этом не спрашиваем но соответственно мы не имеем права значит и возмущаться дело юрия шевчука опять отправили в башкирию в санкт-петербурге не нашлось судьи который решился бы осудить народного кумира мы помним да в чем дело на стадионе в уфе здесь на концерте юрий шевчук заявил что родина это не жопа президента я всецело присоединяюсь к этому тезису и вот за этот тезис собственно будут судить юрия шевчука вот мне интересно найдется ли в уфе такой судья который возьмется судить юрия шевчука и вынесет ему обвинительный приговор а если такой судья найдется то я предлагаю нам всем почитателям творчества юрия юлиановича каким-то образом поддержать своего кумира может быть надо явиться на судебное разбирательство ну собственно мы имеем на это полное право здесь нет никакого криминала разбирательство открытое это не какое-то там расследование изнасилование несовершеннолетние то есть все желающие могут явиться на суд мы обязательно узнаем где и когда он состоится если он состоится все болельщики фанаты почитатели любители творчества шевчука могут туда прийти может быть даже можно что-нибудь спеть там на улице будет тихими голосами не знаю но мне любопытно было посмотреть на суд какого-нибудь ленинского калининского или советского района куда явится там тысяч десять поклонников творчества юрия шевчука чтобы выразить свою солидарность со своим кумиром вот это будет здорово интересно это будет самый массовый судебный процесс в республике башкортостан или было и побольше народу на второй день голодовки отчаяния пайщиков жска дуслык строй у них началось активное общение с правоохранительными органами только за один вчерашний день с представителями жска встретились прокурор города воронов прокурор республики понтюшин главный последственному комитету в рб черняти все они с разной степенью интенсивности и энтузиазма обещали разобраться с этой ситуацией примечательно что со стороны прокуратуры просьб и требований прекратить голодовку даже не поступило вот это интересный момент потому что насколько подсказывает мой опыт вот этих вот событий когда были другие голодовки все правоохранители требовали немедленно прекратить голодовку в данном случае прокуратура не потребовала этого сделать что говорит но может быть о некоторой осознанности и и позиции прокурор республики понтюшин действительно настроен разобраться во всей этой ситуации он посетовал что у него не доходили руки до этого объекта он не так давно занял свою позицию в республике будем надеяться что ему это удастся отмечу что и понтюшина и чернятиева конечно поразила та последовательность и подготовленность представители жск дуслык тот массив документов аргументов и фактов которые были вывалены на головы вот этих двух почтенных генералов конечно несколько поколебали их уверенность собственной правоте будем надеяться что какое-то движение в отношении возбуждения уголовных дел в отношении введения этих уголовных дел и самое главное что движение по банкротству застройщика вот этого объекта сдвинется с мертвой точки потому что собственно в этом весь камень преткновения отмечу что с начала голодовки никто из правительства из комитета по строительству и архитектуре из белого дома из администрации Хабирова никак не проявил интерес к этому событию единственное что было отменено совещание которое было запланировано у Хабирова с Тимофеевым а Тимофеев это исполнительный директор Дома РФ судя по всему представители Дома РФ которые приезжали сюда в минувшую среду получили очень холодный прием господин Ковшов не выбежал с хлебом с солью их встречать и более того даже не обеспечил их автотранспортом чтобы они могли объехать объекты и к сожалению мои печальные и тревожные предположения о том что Башкортостан ухудшил свои отношения с этим фондом они подтверждаются судя по всему у дольщиков Башкирии все меньше и меньше надежд на то что их достроят при помощи Дома РФ а у самого Ради Фаритовича достраивать через своих друзей и знакомых не очень то и получается да посмотрите на вот это вот садовое кольцо которое сдулось и прочие прочие такие доморощенные проекты по решению этой проблемы у Хабирова в этом смысле точно ничего не получается я регулярно рассказываю вам о нашем телеграм-канале называется он так же как и канал на ютюбе открытая политика так вот мы начинаем там еженедельные опросы на прошлой неделе мы размещали опрос о том что уверены ли вы в том что российские власти ведут осознанную экономическую политику способную вывести страну из кризиса верят в здравость экономической политики российской власти семь процентов поучаствовавших в опросе на нашем канале восемьдесят три процента не верят десять процентов затруднились ответить всего приняло участие в этом первом опросе пятьсот пятьдесят восемь человек я надеюсь что вы зайдете на наш телеграм-канал подпишитесь и голосующих на этих опросах станет еще больше уже размещен второй опрос так что заходите подписывайтесь и и и и и и и и и